Шричин мой. Мир медитации. Что такое медитация? Что такое медитация? Медитация – это пробуждение человека и самоотдача Бога. Когда пробуждение человека и самоотдача Бога идут вместе, человек становится бессмертным во внутреннем осознании, а Бог становится исполненным в мере проявления. Медитация и очень сложное, и очень исполняющее слово. Когда медитируешь в уме, не имея понимания, как это делать, медитация очень сложна. Но когда медитируешь с внутренним убеждением, с чувством божественности внутри, медитация становится очень исполняющей. Медитация означает сознательное саморасширение. Медитация означает сознательную осведомленность человека о трансцендентальной реальности. Медитация означает признание или открытие подлинного я-человека. Посредством медитации преодолевается ограничение – зависимость, несовершенство. Сначала мы сталкиваемся с ограничениями, несовершенством и зависимостью. Затем преобразуем и впоследствии превосходим их. Медитация – это динамизм на внутренних планах сознания. Если хочешь достичь чего-то, будь то во внутренней жизни или во внешней жизни, тогда помощь медитации имеет первостепенное значение. То, что в действительности происходит в медитации, мы входим в более глубокую часть своего существа. В это время мы можем вынести на передний план богатство, которое есть глубоко внутри нас. Медитация показывает, как можно устремляться ради чего-то и в то же время, как достичь этого. Посредством медитации можно войти в объект, предмет, личность или в бесконечность и вечность. Если практиковать медитацию ежедневно, можно быть уверенным, что проблемы нашей жизни внутренней и внешней разрешимы. Почему мы медитируем? Мы медитируем главным образом, потому что этот мир разочаровывает нас и в нашей повседневной жизни грозно вырисовываются проблемы. Мы хотим исполненности. Мы хотим радости, покоя, блаженства и совершенства. Внутри и вовне. Медитация – это ответ. Единственный ответ. Настоящая медитация выполняется не умом. Очень часто мы ошибаемся, говоря, что медитируем в уме и используем ум. Настоящая медитация происходит в психическом существе и в душе. Она идет рука об руку с пламенным устремлением, горящим пламенем, восходящим к высшему. Каждая душа сознательно или неосознанно бежит к цели. Но тот, кто бежит сознательно, достигает цели скорее, чем тот, кто еще спит. Все без исключения люди достигнут Бога. Но через медитацию достигаешь своего Бога быстрее. Следует знать, насколько быстро ты хочешь достичь своей цели. Если я хочу попасть в Пуэрто-Рико из Нью-Йорка, я могу добраться на судне, прилететь прямым рейсом или тем самолетом, который делает остановки в пути. Это всецело мое решение, выбрать прямой или непрямой маршрут. Много дорог ведут к Богу, но одна из них, несомненно, короче других. В духовной жизни, медитируя в сердце, мы совершаем самый быстрый прогресс. И, естественно, если мы мудры, мы выберем кратчайший маршрут. Каждая секунда на счету. Настоящую медитацию получают или изнутри, или от духовного учителя. Ее никогда не получить из книг. Из книг можно получить вдохновение или внутренний подход к исполнению своей внешней жизни. Но, чтобы иметь настоящую медитацию, нужно погрузиться внутрь или следовать руководству духовного учителя. У каждого человека должна быть своя собственная медитация. Каждый должен следовать определенному пути. Существует коллективная медитация и в то же время есть особая медитация для каждого человека. Если вы медитируете коллективно в группе, это замечательно. Но если вы хотите осознать Бога, тогда вам необходим ваш собственный особый способ. Этот особый способ медитации подскажет вам либо душа, либо вы получите ее от того, кто видит, как именно душа хочет проявить божественную истину здесь, на земле. Некоторые души хотят проявлять божественное на земле через красоту, тогда как другие души хотят проявлять божественное через силу, свет и блаженство. Вы должны знать, чего хочет ваша душа и каким образом она хочет участвовать в космической игре. Только тогда ваша медитация исполнит божественное в вас и божественное в человечестве. Есть много искателей, чья медитация неплодотворна, поскольку они выполняют не ту медитацию, которая им необходима, а не медитируют неправильно. Когда медитируешь правильно и одухотворенно, ты в конце концов можешь ожидать небывалого урожая осознания. Но если постоянно стучишься не в ту дверь и медитируешь неправильно, тогда ты зря теряешь время. С другой стороны, я хочу сказать, что в процессе эволюции ни один человек не останется неосознавшим. Возможно, это займет столетия, но каждая индивидуальная душа осознает Бога. Медитация говорит нам, что вчерашнее послание должно быть отклонено, сегодняшнее послание должно быть принято, а завтрашнее послание должно быть избрано. Что это за вчерашнее послание? Вчерашнее послание – это разочарование, несовершенство и ограниченность. Оглядываясь назад, мы тут же чувствуем и осознаем себя неисполненными, несовершенными, и мы плаваем в море привязанности. Сегодняшнее послание говорит нам идти глубоко внутрь и увидеть лик реальности. Оно заставляет нас чувствовать, что внешняя жизнь может быть легко превзойдена и что мы способны видеть Бога лицом к лицу. Завтрашнее послание состоит в том, что мы с легкостью можем претендовать на божественное, как на свое очень близкое, в силу своего одухотворенного устремления и медитации. Ответы на вопросы. Вопрос. Какова цель медитации? Ширичен мой. Конечная цель медитации – это установить сознательный союз с Богом. Все мы дети Бога, но сейчас у нас нет сознательного единства с Богом. Даже атеист, который отрицает существование Бога, может пользоваться словом Бог. Его рот может произносить его, но он не намерен чувствовать качество Бога. Он не собирается ничего чувствовать ради самого Бога. С другой стороны, кто-то, возможно, верит в Бога, но его вера не является реальностью в его жизни. Он просто верит, что Бог существует, потому что святой или йог, или духовный учитель сказал, что Бог существует. Но если практиковать медитацию, придет день, когда ты устанавливаешь сознательное единство с Богом. В то же время Бог дает тебе свой бесконечный покой, бесконечный свет и бесконечное блаженство. И ты превращаешься в этот бесконечный покой, свет и блаженство. В Упанишадах говорится, что когда человек сознательно един с Богом, он видит, что из восторга он пришел в существование. В восторге он растет. И в конце своего путешествия он снова возвращается в восторг. Ананда. Ананда означает восторг. Бог – это восторг. Когда искатель осознает Бога, он осознает восторг и пьет восторг. Когда он становится совершенным в медитации или находится на пороге освобождения, он видит, что конечная цель медитации достичь свет и восторг внутри себя в бесконечной мере. Вопрос. Что познаешь из медитации? Ширичин мой. Первое, что мы познаем из медитации – это простор. Медитация – единственный способ расширить свое внешнее существо, ограниченное существо. Без медитации нельзя расшириться. Но медитируя даже одну минуту, можно расширяться. Что означает расширение? В расширении идешь за пределы конечного, и конечное входит в бесконечное. Мы пришли с бесконечного, но играем игру конечного. Вместо этого нам нужно играть игру бесконечного в конечном теле. Бог глубоко внутри нас. Он хочет проявлять себя, а мы хотим быть его сознательными инструментами. Чувствовать себя сознательным инструментом можно только в медитации. В противном случае мы чувствуем «Я действующий». Когда эго выходит вперед, мы тут же чувствуем «Я могу сказать это» и «Я могу сделать это». «Я, я, я». Тогда как в медитации мы погружаемся внутрь и чувствуем, что становимся просто инструментом, каналом. Если приходит божественная мысль, мы сразу же выражаем ее божественным образом и становимся более духовными. Но каналом можно стать только при условии, что ум тихий и спокойный. Всегда нужно помнить, что в медитации мы устремляемся. Некоторые люди во время медитации позволяют самым худшим мыслям и желанием входить в них. Если во время медитации в ум входят отвлекающие мысли, нужно спросить тебя, что ты собираешься получить? Ничего. Ничего. Лучшее в медитации – это не иметь мыслей, эмоций или идей. Ни одной мысли, ни йоты мысли не должно проникнуть в ум. Ум – плодородная почва. Только божественное семя должно расти здесь. И никакой внешней человеческой мысли и идеи. Тогда, если ум спокойный и тихий, скажем, пять минут, ты начинаешь медитировать и видишь или чувствуешь свое внутреннее существо или психическое существо. Это существо говорит на разных языках. И через медитацию мы можем выучить его язык и услышать его послание. В это время психическое существо формирует нашу внешнюю жизнь. Эта возможность предоставлена каждому. Но, к сожалению, большинство из нас не пытаются медитировать. Бог внутри каждого, но мы заставляем его держать глаза закрытыми. Как играющий ребенок он просто старается открыть свои глаза, но мы говорим «Нет, нет, ты не должен открывать глаза». Но приходит день, когда мы со своей медитацией и устремлением хотим вывести на передний план божественного ребенка, который внутри, и посмотреть на него. И мы видим, что божественный ребенок никто иной, как мы сами. В медитации мы сознательно пытаемся вывести вперед свое большое «Я». Это может выполнить только медитация и ничто большее. Вопрос. Какую пользу можно получить от медитации? Ширичиной. Каждый должен исполнить себя или сегодня, или завтра. Почему? Если мы не исполнены, мы не удовлетворены. каждый хочет быть исполнен. Каждый хочет счастья. Без счастья мы не можем оставаться на земле. Даже если человек богат, мультимиллионер, он несчастен, потому что деньги не приносят ему удовлетворения или счастья. Без счастья он жалкий. Почему мы хотим быть счастливыми? Мы хотим исполненности. Может ли человек быть вечно счастливым? Имея тысячи долларов, человек, возможно, станет счастливым на пять минут или на день, или на несколько месяцев. Потом он становится обычным нищим, потому что его внутренняя жизнь это бесплодная пустыня. Вечное счастье то, чего он хочет и в то, в чем нуждается. Это вечное счастье он может получить только из медитации. Медитация это настоящая душа бога и в то же время настоящее сердце человека. Сердце здесь не физический орган. Оно это часть нас, которая отождествляется с другими. Сердце означает отождествление. Отождествление с истиной и светом. Во время медитации устремленное сердце может отождествляться с истиной, светом и красотой. С бесконечностью, вечностью и бессмертием. Но это отождествление несовершенно. наше неделимое единство с божественностью несовершенно. Отождествление это одно, а исполненность нечто другое. Это отождествление должно быть проявлено здесь, на земле. И такова цель души. Медитация это душа бога. Медитация это сердце человека. Устремленный человек становится сердцем, осознавший человек является душой. Медитируя, мы на самом деле что делаем? Во-первых, мы входим в свое высшее я. Затем высшее я встречается с низшим я для его преобразования. Высшее я должно быть осознанно, низшее я должно быть преобразовано. Медитируя, мы входим в высшее для осознания Брахмана. Затем мы входим в низшее для преобразования своей природы. Медитация может предложить нам два процесса самоконтроль и самопреобразование. Эти два процесса идут вместе. Когда мы медитируем, тут же появляется самоконтроль. А когда есть самоконтроль, мы замечаем, что не можем лелеять безобразной или небожественной мысли. Мы больше не можем оставаться в невежестве. В это время мы наблюдаем, как происходит преобразование. Медитация постоянно приносит нам дух самопреобразования. Много лет назад мы вели растительную жизнь, затем животную жизнь. Сейчас мы живем человеческой жизнью и непременно придем к божественной жизни. Это самопреобразование должно происходить через внутреннюю медитацию. Если медитировать неосознанно, для достижения цели требуется долгое время. Только находясь на человеческой стадии, мы начинаем медитировать сознательно. Медитируя сознательно, мы совершаем скорейший прогресс. Без медитации ни один человек не способен обрести неделимое единство с Богом. И если мы хотим хоть немного настоящего покоя, настоящей радости, настоящей любви, мы должны медитировать. Так называемый покой, который мы чувствуем в повседневной жизни, это пять минут покоя после десяти часов беспокойств, волнений и разочарований. Но это вовсе не покой. Мы во власти окружающих нас обезьян зависти, страха, сомнения, волнения, беспокойства и отчаяния. Обезьяны берут передышку на несколько минут, и тогда мы говорим, что наслаждаемся покоем. Но нет, это всего лишь обезьяны устали кусать нас. В следующий момент все негативные силы обезьяны нападут на нас снова. Мы обретаем божественный покой через медитацию. Даже если медитировать 15 минут и получить всего одну минуту покоя, но прочного покоя, эта минута покоя распространится на весь день. Если мы медитировали в 6 утра, вечером все еще будет чувствоваться внутренний покой, внутренняя радость, внутренний свет. Сила, которая приходит из медитации, очень прочна, и она сохраняется определенное время. Когда достигаешь медитации высшего порядка, обретаешь по-настоящему постоянный покой, свет и восторг. Нам нужна медитация, потому что мы хотим превращаться в свет и исполнять себя в свете и через свет. Если это наш выбор, если это наше устремление, если это наша жажда, тогда медитация это единственный путь. Вопрос. Можно ли войти в духовный мир благодаря медитации? Шричин мой. Да, благодаря постоянной медитации человек может войти в духовный мир. На самом деле это и есть причина, по которой мы устремляемся. Мы устремляемся только чтобы войти в духовный мир, во внутренний мир. Вы уже тысячи раз входили туда со своим устремлением и медитацией. И сейчас вы не можете отличить внутренний мир от внешнего мира. В физическом мире один человек находится на животном уровне, другой на человеческом уровне, а третий на божественном уровне. В духовном мире также существуют градации, существует лестница сознания. Если вы войдете в духовный мир с искренним устремлением, настанет день, когда вы будете способны различать эти планы сознания. Есть семь высших миров и семь низших миров. Когда вы стремитесь к самоосознанию или когда ваше психическое существо приходит и говорит с вами, вы знаете, в каком мире вы находитесь. В силу своей медитации вы можете войти в эти внутренние миры и узнать их. Вопрос. Разве духовная осознанность приходит только через медитацию Шричин Мой. Она приходит или через медитацию или через устремление. К тому же, если великая развитая душа, духовный учитель хочет, чтобы вы осознали внутреннюю духовную жизнь, он может сделать это. Если человек не устремляется и не медитирует, но духовный учитель хочет вдохновить этого человека, потому что видит его духовные способности, он также может сделать это. Если кто-то крепко спит в духовном мире, но у него есть потенциал, учитель пробуждает в нем пламя устремления. Но, как правило, человек осознает свою внутреннюю жизнь через медитацию. Молитва это хорошо, но она не очень помогает. В молитве общаешься с объектом или человеком, а в медитации входишь в простор Вселенной. Когда вы входите в глубокую медитацию, Вселенная становится вашей, весь мир в вашем распоряжении. Если вы знаете, как медитировать, тогда весь мир становится вашим, в то время, как в молитве есть только я и Бог. Все человечество не вмещается в эту картину. Вопрос «Что вы подразумеваете под богоосознанием?» Шричин мой, богоосознание означает постоянное, осознанное чувство неделимого единства с Высшим. Это не просто вопрос чувств или мышления. Это реальное переживание. Осознавая Бога, раскрываешь собственную реальность, собственное «я». Богоосознание и самораскрытие одно и то же. В самораскрытии видишь все, чем в реальности являешься. Ты видишь, что вся вселенная от тебя и для тебя. Богоосознание означает, что ты неотъемлемая часть Бога. В то же время это приносит чувство, что все, что есть внутри и вовне принадлежит тебе. Когда Искатель становится един с Богом, Бог пользуется им, чтобы исполнить потребности человечества. В силу своего собственного единства с человечеством он низводит свыше самую изысканную пищу, чтобы напитать его голод. И в то же время он переносит человечество на высшую высоту. Осознавший человек это посланник. Он переносит устремление человечества на высший план и низводит свыше сострадание и благословение Бога. В этот момент он представляет сознание земли. В следующий момент представляет сознание небес. То, что является сознанием земли, он приносит на небеса. А то, что предлагает сознание небес, он приносит на землю. Вопрос. Что такое высшая медитация? Шричин мой. Высшая медитация, когда у вас совсем нет никаких мыслей. Сейчас, когда вы стараетесь медитировать, вы жертвы многих мыслей, небожественных мыслей, отвратительных мыслей, злых мыслей. А иногда у вас такой тип медитации, где вы получаете сказочно хорошие мысли, божественные мысли, исполняющие мысли и просветляющие мысли. Это более высокое состояние. Но когда вы высшем мысли нет ни хороших, ни плохих. Есть только свет. В свете видение и реальность идут вместе. Сейчас вы сидите там, а я стою здесь. Вы реальность, я видение. Я должен посмотреть на вас и увидеть, что вы реальность. Затем я должен войти в вас, чтобы узнать, какая вы реальность. Но когда вы в высшей медитации все не так. Реальность и видение вместе. Я должен быть там, где вы. Вы должны быть там, где я. Потому что мы одно. Вот почему в высшей медитации нам не нужны мысли или идеи. Сейчас, когда мысль входит в нас, мы придаем ей форму. Позже мы начинаем понимать, что происходит или о чем идет речь. Но когда вы видите истину, когда видите, что знающий и то, что должно быть познано вместе, тогда мысли нет. Это высший тип медитации. Вопрос. Какие существуют стадии медитации? Шричин есть три стадии концентрация, медитация и созерцание. Они как три ступени лестницы, лестницы устремления. Мы начинаем с концентрации. Концентрируясь, фокусируем свое внимание на конкретном предмете и становимся полностью одним с этим предметом. Если концентрация очень глубокая, тогда не может быть ни мысли, ни йоты мысли внутри и вокруг. Человек и объект его концентрации одно. Концентрация это динамичная воля ума, которая действует в нас для немедленного принятия света и отвержения тьмы. Она также пробуждает внутри нас все планы сознания, которые еще не пробуждены. То, что способна сделать концентрация в жизни устремления невообразимо. Она может легко отделить небеса от ада, чтобы мы могли жить в бесконечном восторге небес, а не в постоянных волнениях, беспокойствах и муках ада, пока мы здесь на земле. Если есть способность хорошо концентрироваться, мы совершим быстрый прогресс. Если фокусировать все свое внимание на определенном объекте, если войти в него умом, можно раскрыть и проявить скрытую конечную истину внутри этого объекта. Сейчас мы жертвы темных, мрачных, разрушительных и злых мыслей. Но придет день, когда в силу своей концентрации мы почувствуем, что беспокоящие мысли боятся нас. В концентрации мы работаем ради немедленного результата. Но медитация не заботится об успехе в этом смысле. Медитация хочет лишь войти в простор и плавать в безбрежном море покоя, света и блаженства. Медитируя, нужно чувствовать, что входишь в нечто безбрежное и бесконечное. Безбрежный океан или бесконечное голубое небо. Мы стараемся погрузиться в безграничное и безмерное. Все вокруг нас бесконечное голубое небо, где царствует всевышний покой. Сначала нужно почувствовать это, а затем стать полностью одним с самим простором. Концентрируясь, мы до определенной степени используем ментальную силу воли, но в медитации мы пользуемся психической силой воли, силой воли души. В медитации мы идем за пределы царства ума, потому что ментальная способность очень ограничена. В высшей глубокой медитации деятельность ума приостанавливается. Концентрация подобна стреле, поражающей цель. Концентрируясь, мы нацеливаемся на что-то с динамичным отношением, но медитация спокойная, божественная, одухотворенная и возвышенная. Медитируя мы достигаем тихого, спокойного и безмятежного ума, без мыслей. В это время нужно полностью контролировать появление мыслей и не позволять ни единой нездоровой мысли входить в ум. Ум свободен и спокоен. Ни хороших, ни плохих мыслей, совсем ничего. Все существование человека становится пустым сосудом. Когда этот сосуд абсолютно пуст, всем своим внутренним существом призываешь бесконечный покой, свет и блаженство. Чтобы они вошли в этот сосуд и наполнили его, это медитация. Затем следует созерцание. Последняя стадия перед осознанием Бога. С созерцанием входишь в самадхи и трансцендентальное сознание. Созерцание нечто чрезвычайно трудное для начинающих в духовной жизни, но в конечном счете начинающий становится опытным и тоже знает, как созерцать, поскольку без созерцания никто не может осознать высшее. В созерцании находишься одновременно в глубокой концентрации и высокой медитации. Мы утрачиваем так называемое внешнее существование, которое связывает. В это время здесь нет ума, как будто физический ум и не существовал. В созерцании становишься всецело единым с универсальной волей Бога, трансцендентальной волей, которая играет роль и действующего, и действия. Когда находишься в созерцании, действующие и действия становятся всецело одним. Познающие знания, познанное, становятся одним. В созерцании сливаешься с внутренним потоком. Все один поток сознания. Сознание струится от основания стоп до макушки головы. Ты чувствуешь поток сознания всем телом. Чувствуешь себя самим сознанием. Ты становишься неотъемлемой частью бесконечного сознания, вечного сознания, бессмертного сознания. В высшей стадии созерцания ты становишься всецело одним с бесконечностью, вечностью и бессмертием. есть два типа сознания. Одно связанное землей сознание, другое безграничное сознание, бесконечное сознание. Когда мы ограничены, мы остаемся единым и со связанной землей сознанием. Здесь мы видим мы и мое. но безграничное сознание, которое струится внутри твоего существа, одно с бесконечностью, вечностью и бессмертием. Созерцая ты чувствуешь, что имеешь дело не с той бесконечностью, что вокруг тебя, а с той, что внутри тебя. Вы скажете, мое тело всего лишь 5 фута 8 дюймов высотой. Как же я могу вместить в себя бесконечность? Это полный абсурд. Но нет. Вы не должны чувствовать себя телом. Вы душа. Наши индийские священные писания говорят, что душа не имеет ни рождения, ни смерти, ни начала, ни конца. Это то, что постоянно движется, движется, струится, проявляет бесконечную истину. В созерцании мы всецело отождествляемся со своей душой и идем к высшему и простираем свои крылья. Из конечного мы входим в бесконечное. Мы входим в мир покоя, света и блаженства, где есть прямое единство с бесконечностью, вечностью и бессмертием. Бесконечность. Слово, казалось бы, приходит из вашего воображения. Что такое бесконечность? Постарайтесь почувствовать то, что собирается освободить вас от невежества. Сейчас мы барахтаемся в удовольствиях невежества, но бесконечность это нечто, что освобождает нас из сетей невежества. Вечность. Что это? У нас есть две жизни. Обычная человеческая жизнь, где мы остаемся на земле 5, 10, 60 или 70 лет, и вечная жизнь. Вечная жизнь существовала до нашего рождения. Она существует в этот короткий отрезок нашей жизни. Она проходит через черный тоннель смерти. Затем она снова входит в свой собственный источник. Когда вы думаете о вечности, чувствуете, что это то, что предшествует всему, и в то же время будет сменять все. Бессмертие. ничто не постоянно на земле. Сегодня кто-то очень красив. Завтра его красота поблекнет до незначительности. Сегодня кто-то очень известен в мире. Завтра его известность будет забыта. Не важно, как велики мы или возвышены. Пасть смерти рано или поздно поглотит нас. Что же делать? Мы должны чувствовать бессмертие сознания. Когда конечное сознание становится единым с бесконечным, оно становится бессмертным. Когда конечное сознание становится бессмертным, тогда здесь на земле может происходить божественная игра Бога, и Бог может быть реально исполнен. Когда вы созерцаете, вы чувствуете, что имеете дело с тремя возвышенными и значительными истинами бесконечностью, вечностью и бессмертием. В созерцании ваше тело, витал, ум и сердце не действуют раздельно, они становятся одним целым, они полностью едины и как послушные дети прислушиваются к велениям души. Когда они прислушиваются к душе, вы становитесь самой душой, и это истинное созерцание. Вопрос видят ли Бога в состоянии созерцания? Шричин мой. Созерцание показывает нам Бога в двух его аспектах – личностном и безличностном. Если мы хотим видеть личностного Бога, мы увидим его лицом к лицу. Он предстанет в своей самой сияющей форме. Если же мы хотим видеть безличностный аспект Бога, мы войдем в безличностного Бога, как в бесконечное расширение покоя, света и блаженства. Кроме того, можно познать Бога в двух аспектах. Так же, как кто-то хочет пить молоко сегодня, а завтра есть мороженое, тому же человеку, возможно, сегодня нравится видеть не имеющего формы безличностного Бога, а завтра личностного Бога, имеющего форму. Вопрос. Можете ли вы пояснить, чем созерцание отличается от медитации? Ширичин мой. Если вы медитируете о конкретном божественном качестве, таком, как свет, красота, покой или блаженство, в неимеющем форме сознания или медитируете абстрактным способом о бесконечности, вечности и бессмертии, то вы постоянно чувствуете скорый поезд, движущийся внутри себя. Вы медитируете о покое, свете или блаженстве, в то время, как скорый поезд постоянно мчится. Несмотря на то, что ваш ум успокоен без мыслей, вы видите движение внутри к своей цели. Ваш ум тихий спокоен в безбрежности бесконечности, но есть движение. Поезд без конца движется к вашей цели. В медитации есть цель. Вы видите цель, и медитация несет вас туда. Созерцание не так. Вся вселенная цель, самая отдаленная цель глубоко внутри вас. Когда вы созерцаете, все ваше существо становится приемником для хранения всей божественности глубоко внутри вас. Когда вы созерцаете, вы храните внутри себя всю Вселенную со всем ее бесконечным светом, покоем, блаженством и истиной. Здесь нет ни мысли, ни формы, ни идеи, ничего. Все слилось в созерцании, все едино. В вашем созерцании вы едины с Абсолютом. Но в высшей медитации есть динамичное движение. Это движение не агрессивно. Вы не бьете или наносите кому-то удары, вовсе нет. Но динамичное движение продолжается в вашем бдительном сознании. Вы полностью осведомлены о том, что происходит во внутреннем мире и во внешнем мире и в то же время вы не затронуты. В созерцании вы не затронуты. Но здесь вы и все ваше существо стали неотъемлемой частью вселенной, которую вы храните глубоко внутри. Это основное различие между созерцанием и медитацией. Вопрос как после окончания медитации перейти к созерцанию. Ширичин мой, на этой стадии вашей внутренней жизни вам нет необходимости в созерцании. Созерцание приходит после нескольких лет духовной практики. Созерцание начинается, когда человек очень развит в духовной жизни. Здесь среди моих учеников только очень 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 немногие имеют хоть и ограниченную, но способность к созерцанию. Все остальные находятся на стадии медитации. Созерцание это очень высокое состояние. И даже те немногие, у кого есть способность, не могут созерцать по своей воле. Поэтому пожалуйста, сейчас думайте только о медитации. Пожалуйста, не обижайтесь, но для вас время еще не пришло. Но однажды в ближайшем или отдаленном будущем оно непременно придет. Вопрос. Не могли бы вы пояснить различие между медитацией и размышлением? Шричин мой. Различие огромно. Медитации и размышления как Северный полюс и Южный полюс. Конечно, это зависит от того, кто медитирует. Моя медитация будет отличаться от вашей, а ваша от медитации вашего соседа. Богатый человек ест изысканную пищу, а бедный человек ест грубую простую пищу. Но в любом случае это не идет в сравнении с медитацией и размышлением. В медитации мы стараемся превзойти ум. Ум беспокоен и возбужден. Это мысль, та мысль, волнение, планы – вот что наполняет ум. Ум обычно никуда не ведет. Даже дисциплинированный ум не обретает истины или знания из себя. Ум как клетка. Но в медитации мы стараемся попасть на план за предел ума, где изобилие знания, света, покоя и блаженства. Даже размышления, которые являются спокойным видом интерспективного мышления, далеко от дисциплинированной безбрежности медитации. Только в медитации можно найти божественное блаженство. Медитация – это освобождение от ума. Ум – ограничение. Ум – это зависимость, потому что он никогда не сможет освободиться от сил, заставляющих его работать. У ума есть цель, но в духовной жизни мы должны идти намного выше ума, туда, где все вечный покой, вечное знание и вечный свет. Вопрос «Что такое свет?» Шричин мой. Свет – это восторг. С другой стороны, восторг – это Бог. Бог – это свет. В одной из наших упанишат сказано, что все люди пришли в мир из восторга. Мы растем в восторге, но не чувствуем восторга, поскольку живем на поверхности жизни. Мы живем в неведении. Вот почему мы не видим и не чувствуем внутреннего восторга. Мы пришли из восторга. Мы растем в восторг. И в конце своего путешествия мы войдем в изобилие восторга. Мы превратимся в восторг. Это переживание мы получаем только когда медитируем. Медитируем и наполняемся внутренним покоем, покоем ума. Восторг видим, ощутим, осязаем только когда есть покой ума. К сожалению, современный интеллектуальный сомневающийся ум, изощренный ум, не интересует этот вид восторга, который ничто иное, как свет. Ум тянется к внешней информации или к тому, чтобы достичь какой-то частичной истины. С другой стороны, добившись истины, он отрицает истину, он сомневается в истине. Ум видит истину пять секунд, но именно когда он близок к достижению истины, он сомневается в возможности реальности истины. Тогда кто проигравший? Истина или ум? Несомненно, ум. Когда живешь в сердце, сердце приносит послание отождествления. Отождествляясь со светом, мы-то часто становимся светом. Внутри сердца душа. Так что, если мы живем внутренней жизнью хотя бы минуту в день, мы можем без обилия видеть свет. Мы способны видеть и чувствовать его. Чувствуя этот свет, мы осознаем возможность превращения в изобилие света. В тот момент, когда мы видим свет внутри себя, свое внутреннее солнце бесконечно более яркое, чем физическое солнце, мы чувствуем, что невежество ночь тысячелетий ушло. Итак, давайте стараться погружаться внутрь и входить во внутреннее солнце, космическое солнце, которое есть у каждого. Там мы увидим, что этот свет, бесконечный свет, ожидает нас и взывает к нам. Он только ждет нашего сознательного принятия и сотрудничества. Вопрос. Наш путь – путь любви, преданности и отречения. Можно ли достичь единства с каждым из этих качеств? Или настоящее единство приходит только с отречением? Шри Чен Мой, это так. Встаньте перед деревом, предпочтительно ночью, и взгляните на крону дерева, его листья и ветви. Постепенно постарайтесь почувствовать себя деревом, ветвями, листвой и корнями. Каждая часть этого настоящего дерева ваша. Это внешнее дерево. Затем на пару минут представьте дерево внутри себя. У этого дерева только три ветви. Именно этих трех ветвей любовь, преданность и отречение. Сядьте на ветвь, которую зовут любовью, и постарайтесь почувствовать, что вы и Бог абсолютно одно. Затем сядьте на ветвь по имени преданность. Сидя на ветве преданности, вам нужно ощутить не только свое единство с Богом, но и присутствие огромной внутренней заботы и чувства неделимого единства между вами и Богом. Бог посвящает свой бесконечный свет исполненности устремленного, а устремленный посвящает всю свою способность, какая бы она ни была, исполнению воли Бога. На ветве преданности ваше единство растет и становится более интенсивным. Следующая ветвь – ветвь отречения. Когда вы сидите на ветве отречения, вы чувствуете, что единство, которое было на ветве любви и сокровенность, которую вы испытывали на ветве преданности, приходят к вам только в силу вашего прямого отречения перед волей Бога. У вас есть устремление, чтобы стать одним с Богом, но не ваше устремление сделало вас единым с Ним. Внутри вашего устремления есть свет отречения. Ваше устремление не могло получить что-либо бесчестным способом, всеми правдами и неправдами. В вашем устремлении был свет отречения. Бог, я устремляюсь, но я отрекся перед тобой, и теперь тебе предстоит исполнить мое устремление или оставить меня там, где я есть. Такова была ваша молитва. Сидя на ветве отречения, вы должны почувствовать, что ваше единство на ветве любви и ваше сокровенное единство на ветве преданности пришли благодаря непосредственному, безусловному отречению, которое есть внутри вашего пылающего, восходящего устремления. В ком есть безмолвие? В том, кто прочно укоренился, когда человек чувствует, что его внутреннее дерево основательно укоренилось во внутреннем существе, тогда, естественно, его внешняя жизнь будет основана на чем-то очень цельном, глубоко внутри внутреннего существа. В его случае более высокое безмолвие непременно распространится на его внешнее существо. Вопрос. Является ли на самом деле динамичное безмолвие божественным действием, то есть исполнением воли Бога в служении человеку? Шричин мой, конечно, роль динамичного безмолвия исполнять волю Бога в человечестве. Но то, чем является воля Бога, мы узнаем лишь из внутреннего безмолвия, статичного безмолвия. Когда знаешь волю Бога, тогда божественный долг состоит в том, чтобы посвятить себя служению человечеству. Некоторые люди хотят только медитировать. Они ничего не хотят давать миру. Это эгоизм. С другой стороны, есть те, кто хотел бы давать, но не хочет медитировать. Это глупость. Если вы не медитируете, если у вас ничего нет, как вы намерены что-то дать? На земле много людей готовых давать, но что у них есть? Есть люди, которые обрели что-то, но не хотят давать это. Они поступают как скряги. Они опасаются, что в тот момент, когда они попытаются предложить свое богатство невежественному миру, мир не поймет и неправильно использует его. Но мы должны играть свою роль. Сначала нужно достичь, затем предложить. Так можно радовать Бога, исполнять человечество. Вопрос равнозначно ли внутреннее безмолвие молитве и медитации? Шречен молитва, медитация, концентрация, созерцание – это внутреннее безмолвие. Внешнее безмолвие – это посвященное служение, действие. Посвятите себя, исполните волю Бога, но только после того, как узнаете волю Бога. В противном случае мы пытаемся помочь человечеству по-своему, и думаем, что служим Богу. Но на самом деле просто мы расширяем свое эго. Мы говорим «Я сделал то, я сделал это». Но самое главное «Был ли я вдохновлен Богом? Уполномочил ли меня Бог? Если действия не вдохновлены Богом, они вдохновлены эго, тогда служение, которым мы предлагаем миру, будет исполнено тьмы и несовершенства. Вопрос. Когда вы медитируете для людей, можете ли вы видеть души и поднимать их на более высокий уровень сознания? Ширичин мой, да, могу. Это самая легкая возможность видеть душу и поднять ее, потому что настоящий духовный учитель тот, у кого есть неделимое единство с высшим. В силу этого единства он имеет свободный доступ к любой душе. Вопрос. Кажется, красота и медитация всегда идут рядом. Могли бы вы сказать несколько слов о красоте и медитации. Ширичин мой, медитация это воплощение и проявление красоты. Прежде чем вы узнаете красоту, она воплощенная красота. После того, как вы осознаете ее, она проявленная красота. Вопрос. Включает ли медитация исцеление? Ширичин мой, медитация включает все. В медитации мы расширяем свое сознание до тех пор, пока оно включает все в этой вселенной. Нет ничего, чего нельзя было бы достичь медитации. У каждого человека есть способность к исцелению, если он знает, как концентрироваться и медитировать. И в особенности, как концентрироваться на физических болезнях. В творении Бога нет болезни, которую он не мог бы излечить. Но нужно знать, есть ли воля Бога на то, чтобы мы исцеляли кого-то. В противном случае, мы, возможно, действуем, как враждебные силы, имеющие намерение нарушить правила божественной игры. Существуют различия между исцелением, свершенным обычным целителем, и исцелением, свершенным осознавшей душой. Обычный целитель знает несколько техник для снятия болезни с больного. Но через определенное время он сам может стать жертвой болезни, от которой лечил других. Почему? Потому что он не знает, куда выбрасывать болезнь после того, как снимет ее. Если принимать исцеление как профессию, если просто молиться и несколько минут думать о хорошем, а потом идти и лечить, тогда мы действуем против божественной силы, божественного закона. В глубокой медитации мы узнаем что нам следует делать, а чего делать не следует. Если Всевышний просит нас исцелить кого-то, в это время он дает нам силу. И когда силой наделил нас он, мы не ответственны. Результат тотчас же принадлежит ему. Но если ответственны мы, мы можем быть пойманы результатом собственного действия. таково различие между действием с помощью медитации и действием продиктованным нашим собственным так называемым состраданием. Осознавшая душа исцеляет только тогда, когда об этом просит Бог. Просветленный человек знает, что в космической игре его Отца Всевышнего все происходящее это необходимое переживание. Он вмешивается только тогда, когда его просит Всевышний. И когда он излечивает чью-то болезнь, он знает, что может выбросить болезнь в океан своего бесконечного Отца, который приказал ему взять ее. Но он не несет ответственности, потому что он инструмент Всевышнего. Обычный целитель думает, что он Всевышний сострадательный человек, исцеляющий других от болезней. Но разве этот целитель более сострадателен, чем Бог? Бог знает, что людям необходимы переживания. Если он захочет вылечить их от болезней, он даст хороший инструмент своей власти лечить их от болезней. Он даст нужный инструмент своей власти сделать это успешно. В большинстве случаев Всевышний не использует обычного устремленного, чтобы совершить исцеление. Потому что если это искренний устремленный, Всевышний хочет сначала, чтобы он получил осознание. Это самое важное. Вопрос. Можно ли через медитацию создавать психические силы или овладевать ими? Шричин мой. Обрести психические силы посредством медитации возможно, но зависит от души, действительно ли человек обретет их. Возможно, душа чувствует, что если вы получите психические силы, они уведут вас от духовной жизни. Иногда устремленный овладевает психическими силами и больше не хочет молиться и медитировать. Вместо этого он хочет помогать людям. К сожалению, невежество этих людей захватывает и заражает его. И в конце концов он может оставить духовный путь. Так что обретение психических сил может быть опасным. Но когда человек становится совершенным, когда он осознает Бога и затем пользуется психическими силами, это безопасно. Психические силы не обязательно помогают в осознании Бога, но они могут привести искателя на путь осознания. Психические силы как красивые цветы растения или изысканные плоды на пути к цели. Если кто-то идет дорогой, где нет деревьев, нет цветов, нет ничего, тогда он не хочет прерывать свое путешествие. Психические силы зачастую уводят с пути искренники скателей. Когда вы осознаете цель, психические силы непременно придут. Так что сейчас лучше не обращать на психические силы никакого внимания. Уделяйте внимание только своему устремлению и внутреннему зову. Когда придет время, Бог сам даст вам психические силы. Но сейчас Он хочет, чтобы вы осознали его. Вопрос. Если получаешь переживание, которое, как ты чувствуешь, приходит от Бога, как понять, переживаешь ли ты Бога, дьявола или что-то из своего собственного воображения. Шричин мой, дьявол уничтожит вас, а настоящий Бог, сострадательный Бог, исполнит вас. Если медитируя вы получаете внутренний покой или внутреннюю радость, тогда вы немедленно почувствуете, что здесь есть некая истина, некий свет, что заставляет вас идти быстрее, двигаться вперед или вверх, или внутрь. Но если вы чувствуете, что это не так, тогда естественно в вас входят какие-то негативные силы, враждебные силы. Вы должны знать, что духовная жизнь это не жизнь воображения, это реальное, абсолютно реальная жизнь. Вопрос. Что бы вы сказали о различии между настоящей интуицией и воображением? Шри Чинлэй, если несколько месяцев вы одухотворенно следуете духовному пути и ваша молитва концентрация и медитация интенсивны, тогда вы чувствуете в себе внутреннее руководство. Рано утром в медитации ваше внутреннее существо расскажет вам о том, что происходит, что другие думают о вас. Если вы хотите обрести настоящую интуицию или интуитивные способности, тогда ваше устремление должно быть очень, очень искренним и интенсивным. В противном случае это всего лишь ментальные галлюцинации или воображение. Старайтесь чувствовать внутри себя пылающее пламя, восходящее все время вверх. Это пламя устремления. Вы увидите, что в процессе восхождения высоко, выше, еще выше, оно повсюду распространяет свой божественный свет. И в этом свете вы обязательно разовьете прямое видение истины. Вы увидите, что долгота и широта мира вашего внутреннего мира просветлена. В темноте мы ничего не видим. Если вы положите самое бесценное сокровище прямо передо мной, я не увижу его, потому что все темнота, но если пламя устремления внутри меня восходит к высшему и распространяет повсюду свой свет, тогда я тут же получу проблеск интуиции, потому что в свете есть реальность. В свете есть постоянная божественность. Божественность и реальность в вашем распоряжении, если внутри вас пламя устремления. Так старайтесь чувствовать божественное пламя устремления внутри себя. Тогда вы всегда будете получать эти проблески интуиции и не останетесь в мире воображения. Кроме того, если вы просто представляете что-то хорошее о Боге, не беспокойтесь. Если вы знаете, что Бог само сострадание к вам, а вы еще не чувствуете сострадательного аспекта Бога, если вы знаете, что Бог сама любовь и забота к вам, а вы еще не чувствуете божественной любви и заботы Бога, не беда. Сегодня эти высокие качества могут быть для вас воображением, а завтра вы почувствуете их, потому что все они реальности. Вам не обязательно чувствовать их, но их чувствовали и осознали духовно учителя. В вашем восходящем устремлении непременно разовьется интуиция. Вопрос «Как мне узнать, что в медитации я вхожу на более высокий план сознания и это не просто мое воображение?» шереченой. Есть очень простой способ узнать. Если вы действительно входите в более высокий план, вы чувствуете, что тело становится очень легким. Хотя у вас нет крыльев, вы чувствуете, что можете летать. Фактически, когда вы достигнете очень высокого мира, вы действительно увидите птицу внутри себя, которое может легко летать в небе, как это делают настоящие птицы. Если это ваше воображение, вы на несколько минут получите сладостные ощущения, а затем в вас сразу же войдут мрачные тщетные мысли. Вы скажете, «Я так настойчиво учился, но не сдал экзамен», или «Я так усердно работал сегодня в офисе, но не смог порадовать своего начальника». Сразу войдут эти негативные мысли в форме разочарования или войдет сомнение, и вы, возможно, скажете, «Как я могу медитировать так хорошо? Вчера я совершил так много плохого, я много лгал, как может быть Бог доволен мной? Откуда у меня такая высокая медитация?» Но если это действительно высокая медитация, вы почувствуете, что все ваше существо, как божественная птица, взлетает ввысь и парит. Пока у вас есть это ощущение, нет грустных мыслей, нет негативных мыслей, нет тщетных мыслей, нет сомнения. Вы самореальность, само блаженство, сам покой, вы летаете в небе восторга. Вопрос «Как понять, на каком плане сознания находишься во время медитации? Есть ли предел планам, которых можно достичь?» Шричин мой «Человек может быть осведомлен о планах сознания только когда он находится на пороге сознания или уже получил осознание?» Обычно устремленный не может знать, на каком плане сознания он находится во время медитации. Он будет сбит с толку. Он может находиться в каком-то мире или плане сознания, но на самом деле не знает, что это за план сознания. Существует семь высших миров и семь низших миров. Духовный учитель легко может быть во всех этих четырнадцати мирах одновременно и видеть то, что происходит во всех этих мирах. Устремленный также может быть в двух, трех, четырех или пяти мирах в одно и то же время, но он может не знать, какие это миры. Только тот, кто развит в духовной жизни, кто готов шагнуть на высшую ступень духовной лестницы, может легко видеть, на каком плане сознания он остается во время своей медитации. Для осознавших душ это очень легко. Ограничений для планов, которых можно достичь, не существует. Ваш духовный учитель может сказать вам, с какого плана пришло конкретное переживание. Если он скажет вам, что конкретное переживание пришло из витального мира или ментального мира, тогда в будущем, получив подобное переживание, вы будете знать, что оно пришло из этого мира. Вопрос Как понять, что контролируешь витальный план? Ширичин Витальный план это очень неясный термин. Если вы используете слово витальный в эмоциональном смысле, тогда вы говорите об эмоциях и страстях. Но существует еще и другой витал, который называется духовным виталом или динамичным, наполняющим энергией виталом. Этот витал полон божественной энергии, божественной силы. Когда вы спрашиваете, как человек может знать, что контролирует витал, вы имеете в виду или эмоциональный план, или низший витальный план, где существует удовольствие, страсть и тому подобное. Как это можно знать? Это можно знать только, когда видишь глазами души. Вы скажете, откуда мне знать, где находятся глаза души? Хочу сказать вам, что вы можете видеть глазами своей души, концентрируясь и медитируя. Лучший способ через медитацию. Во время медитации старайтесь почувствовать, что все ваше тело от стоп до макушки головы стало одним крошечным мячиком. и этот мячик в вашей власти. Вы можете поймать его, можете бросить его. Вы должны чувствовать легкость во всем своем физическом теле. Если у вас есть такое ощущение тела во время медитации, тогда вы легко способны контролировать эмоциональный витал, поскольку эмоциональный витал находится внутри грубого физического тела. Когда дом в вашем распоряжении, как может крошечная часть внутри этого дома быть вне вашего контроля? Становясь этим крошечным мячиком, как вы видите это, не умом, не физическими глазами, а светом внутри себя. И этот свет глаза вашей души. Вопрос Как понять настоящие мои внутренние переживания или ложные? Шричин мой. Такая проблема может возникнуть только если у вас нет учителя. Если у вас есть учитель, он тотчас скажет вам, обманываетесь вы или получаете плодотворные внутренние переживания. учитель легко скажет это без малейшего сомнения или колебания. Если у вас нет учителя, вы все же можете решить эту проблему. Когда вы сомневаетесь, получив внутреннее переживание, концентрируйтесь в сердце. Если переживание истинное, вы получите ощущение тончайшего трепета. если вы чувствуете что-то вроде ползающего муравья или мурашек в сердце, то знайте, что ваше переживание истинное. Получив внутреннее переживание, постарайтесь дышать как можно ровнее и спокойнее и почувствовать, что вы привносите чистоту в свою систему. Представьте, что чистота входит в вас ниточкой и вращается вокруг пупочного центра. Если вы чувствуете, что ваше духовное сердце не хочет входить в пупочный центр, тогда ваше переживание просто галлюцинация. Но если сердце радостно входит в пупок, тогда вы можете быть уверены, что ваше переживание вовсе не галлюцинация, а настоящее, истинное. Кроме того, когда вы получаете переживание и хотите знать его ценность, постарайтесь на пару минут почувствовать, можете ли вы превратиться в это переживание или нет. А если вы чувствуете, что рано или поздно сможете превратиться в это переживание, скажем, через час или два, или день, или полгода, тогда ваше переживание истинное. Но если вы чувствуете, что реальность это нечто другое, и вы никогда не сможете превратиться в это переживание, тогда это переживание не настоящее. Получив переживание, постарайтесь отделить свою внешнюю жизнь от внутренней жизни. Внешняя жизнь это жизнь необходимости, запросов, потребностей. Внутренняя жизнь также жизнь необходимости, но необходимости Бога, не вашей необходимости. Потребности Бога, а не ваших запросов и потребностей. Постарайтесь почувствовать, действует ли в вашем переживании и через Него необходимость Бога. Нуждается ли Бог в вас и хочет ли исполнить себя в вас и через вас? Если вы можете превратиться в такого рода ощущение или осознание, тогда ваше переживание истинное. Но если вы сознательно отождествляетесь со своими требованиями, тогда переживание не настоящее. Это просто галлюцинации. Настоящее переживание приходит только тогда, когда вы искренне хотите внутренней жизни и нуждаетесь в ней, когда Бог нуждается и хочет внутренней жизни в вас и через вас. Если вы пришли к такому пониманию, тогда все ваши переживания будут настоящими. Они должны быть настоящими. Вопрос. Когда я испытываю переживания, как мне понять, участвует ли в нем моя душа? Шри Чен Мой. Во-первых, вы должны увидеть свою душу несколько раз. И если вы видите человека, тогда вы можете видеть, что он делает. Точно так же, если вы увидите свою душу, вы сможете узнать, действует ли ваша душа через конкретное переживание. Но вы еще ни разу в жизни не видели свою душу. Сейчас вы просто играете словами. Сначала вам нужно увидеть и почувствовать душу. Вам нужно увидеть, какой она формы. Душа не связана ни с какой формой. Душа очень часто изменяет свою форму в соответствии с нашим развитием и ростом. Пожалуйста, извините меня, я не хочу обескуражить вас. Я говорю, что когда вы видите душу, когда вы становитесь одним с душой, тогда вы можете знать о душе. Это не препятствие. Если вы видите душу и знаете душу, тогда вы тотчас получаете знание и истину души. Но ваше сегодняшнее сознание полностью отделено от сознания души. До тех пор, пока вы находитесь во тьме, вы будете стараться узнать о душе, которая сам свет. Вопрос. Тогда выходит, что я живу в своем бессознательном уме? Шричин мой. Это ваш бессознательный ум или подсознательный ум? В бессознательном уме все неясно. Казалось бы, вещи вам ясны, но на самом деле они совсем не ясны. Входя в темную комнату, вы, может быть, думаете, что все в порядке. Но когда кто-то другой, у кого больше света, войдет в комнату, вы увидите, что все хаос и путаница, и вы не в состоянии что-либо различить. Вопрос. Происходит что-то позитивное, поскольку я определенно чувствую внутреннюю радость. Я ничего не видел. Все, что я знаю, это чувствую внутри. Шричин мой. То, что вы видите и чувствуете, это основа. Это не конец вашего путешествия. Это дальнейшая цель. Не расхолаживайтесь. Это начало. Вы начали. Сейчас вы идете по дороге, видите Бога и слушаетесь по велению Бога, как ребенок слушает своего отца. Мы все еще идем, шагаем по пути бесконечности. Все непременно придет, но мы должны продолжать свое путешествие. Вопрос. Как мне понять, что мне на самом деле нужен Бог? И как понять, слышу ли я голос Бога или голос дьявола? Шричин мой. Если вы принимаете духовную жизнь искренне, а не из любопытства, тогда вы будете способны знать, действительно ли вы хотите Бога. К тому же Бога нельзя осознать неожиданно. Вы должны понимать, что требуется время. Вам нужно действовать, как настоящему духовному фермеру и обрабатывать свою внутреннюю почву каждый день. Затем придет время, когда вы соберете плоды своей молитвы, концентрации и медитации. Пожалуйста, концентрируйтесь в сердце. Если вы обнаружите, что хотите Бога благодаря вашей настоящей отчаянной потребности в нем, если вы искренне хотите Бога и ничего больше, тогда Бог придет к вам. Духовные искатели должны понимать, что если они хотят миллионы вещей помимо Бога, тогда Бог не намерен приходить к ним. Но если они испытывают истинный внутренний зов, если они по-настоящему искренни в духовной жизни, тогда голос Бога или голос их собственной души придет к ним изнутри. Этот голос никогда не придет к ним от дьявола. Для настоящего искреннего искателя дьявола не существует. На пути того, кто принимает духовную жизнь из любопытства или желание обрести оккультные силы, встают всякого рода искушения. Он будет обманут и введен в заблуждение. Но если искатель действительно хочет Бога, тогда сам Бог защитит его от искушений и негативных сил. И если Бог тотчас же не показывает искателю свет, то потому что Богу нужна жизнерадостность. Когда некоторые ученики смотрят на меня с грустными лицами, я говорю им, пожалуйста, пожалуйста, не унывайте, улыбнитесь мне, улыбнитесь. Тогда они улыбаются мне, а я знаю, что это абсолютно фальшивая улыбка. Но я чувствую, все хорошо. Начните с фальшивого счастья, вместо того, чтобы показывать мне лик уныния, высокомерия и других низких небожественных качеств. Начните, по крайней мере, с фальшивой улыбки. И тогда однажды вы подарите мне искреннюю, одухотворенную улыбку. Если у вас нет искренности, тогда начните духовную жизнь с любопытства. Через несколько месяцев ваше любопытство преобразуется в искренность. Как распознать появление искренности? Вы распознаете ее очень легко. Если у вас нет заранее спланированных идей о том, какие формы или очертания должна принять ваша жизнь. Но если вы лелеете представленное себе заранее, тогда многие мысли автоматически войдут в ваш ум, и вы, возможно, предпримете множество некрасивых способов для их осуществления. Возможно, вы постараетесь осуществить их даже дьявольскими или враждебными или враждебными способами. Но, отрекшись полностью, вы не будете лелеять никаких идей. Вы почувствуете, что можете позволить внутреннему кормчему сделать каждый выбор за вас. Иногда мы становимся неискренними, когда пытаемся делать что-то или совершить что-то, не зная, откуда пришли идеи делать это. Поскольку мы не знаем, лучше всего просто ждать, ждать, ждать. Позвольте идеям прийти изнутри. Но вам придется ждать века, если вы чувствуете, что сможете получить верный ответ из ума. Ум должен подчиниться сердцу другого пути нет. Отречение ума перед сердцем это не отречение раба перед хозяином. Далеко нет. Ум должен быть мудрым. Ум должен чувствовать, что у сердца есть что-то, чего нет у него. И в тот момент, когда ум получит это, это станет собственным богатством ума. Это похоже на очень смышленого студента. Он идет к тому преподавателю, который знает предмет. После обучения у этого преподавателя он к нему больше не приходит, он сам становится учителем. Уму следует стать студентом, идти к сердцу и учиться. Как сердце получает просветление души, так и ум может получить просветление души через сердце. А позже ум может стать независимым. Медитация это благословение, заверение Бога. Медитация и самооткрытие. Высшее просветление это самооткрытие. Самооткрытие приходит тогда, когда чувствуешь потребность высшей, более глубокой и всеобразующей реальности внутри. Это всепреобразующая реальность Бог мудрость, Бог сострадания, Бог забота. Если идти глубоко, глубже, еще глубже, к самым глубинам своего сердца, видишь Бога вечную заботу, а в его заботе видишь Бога бесконечное сострадание, Бог сострадание и Бог забота неделимы, в чем связующая нить между нашим существованием и существованием Бога. Это связующая нить медитация. Медитируя о Боге, мы должны чувствовать, что это единственный язык, которым можно пользоваться, говоря с Богом. Затем к нашему удивлению мы видим, что у Бога та же речь. Его речь не отличается от нашей. Он пользуется тем же языком – медитацией. Медитируя, мы говорим с Ним. Когда Он медитирует, что Он делает непрерывно, Он говорит с нами. Медитация – общий язык человека и Бога. Просветление начинается с того дня, когда чувствуешь необходимость в постоянной медитации. Медитация должна практиковаться не только ежедневно и регулярно, но и постоянно. Внутренняя медитация может продолжаться каждое мгновение. Что такое внутренняя медитация? Это внутренняя жертва. Медитируя внутренне, ты жертвуешь чем-то. Чем же? Несовершенством в себе, которое приходит из невежества. Когда ты готов жертвовать несовершенством и невежеством, ты чувствуешь, что твой сосуд опустошен. Теперь он должен снова наполниться. невежество заменено знанием, несовершенство совершенством, заменено кем? Богом. Все мы здесь искатели, искатели бесконечной истины. Здесь и сейчас давайте войдем в жизнь реальности с правильным пониманием истины. Истина говорит нам «Начни с себя». Если у тебя есть желание, начни с желания. Если у тебя есть устремление, начни с устремления. Но начни, не жди. Час пробил, теперь тебе решать, будешь ли ты идти, быстро идти, бежать или лететь. Бог готов. Мы тоже должны быть готовы все взаимно. Бог дает нам в бесконечной мере то, что мы даем ему в крошечной мере. Если мы даем ему каплю любви, он дает нам свою бесконечную любовь в бесконечной мере. К тому же, погружаясь внутрь, мы видим, что Бог намного выше этих взаимных отношений. Он делает все в нас и через нас без условий. Он знает, что мы беспомощны, если не отчаявшиеся. Он знает, что он действующий, он действие, и он плод всего этого. Он игрок, он игра, он результат. Но если мы способны сознательно стать едиными с его универсальной волей, тогда мы становимся его сознательными инструментами. Сейчас мы его владение, но если мы сможем стать едиными с ним, мы превращаемся в самого владельца. Таков смысл высшего просветления, когда владелец и владение становятся всецело и неделимо одним. Ответы на вопросы. Вопрос. Пожалуйста, скажите, прав ли я, что медитация это самая простая вещь в мире, когда думаешь о Всевышнем с преданностью, отречением и любовью? Шричин мой, вы абсолютно правы. Медитация самая простая вещь на земле, потому что внутренняя божественность не только имеет способность медитировать, но и практикует медитацию каждое мгновение. Так что, отождествляясь со своей внутренней божественностью, вы видите, что именно медитация постоянно делает для вас. В этом случае медитация это очень-очень легко. В противном случае это это очень трудно, потому что во время медитации ум думает «Я позволяю входить в себя чужому». Витал говорит «Я вхожу во враждебный мир». Физическая говорит «Я не глупец, я еще хочу наслаждаться миром, мне не нужны небеса». Все это происходит, когда вы не отождествлены со своей высшей божественностью, но отождествившись, вы можете искренне и спонтанно сказать, что медитация это самая простая вещь в мире, поскольку в медитации растет реальность и струится жизнетворение. Вопрос «Как очистить свой ум, чтобы хорошо медитировать?» Шричин мой, что касается вас, лучшее, что можно сделать, это каждый день в течение нескольких минут чувствовать, что у вас нет ума. Скажите «У меня нет ума, у меня нет ума, то, что у меня есть, это сердце». Затем спустя какое-то время скажите «Нет, у меня нет сердца, то, что у меня есть, это душа». Когда вы говорите «У меня нет ума», это не означает, что вы снова становитесь животным, вовсе нет. Вы всего лишь говорите «Мне безразличен ум, который приносит так много нечистоты и так мучает меня». Когда вы говорите «У меня есть душа», вы чувствуете, что у сердца есть определенная чистота. Но когда вы говорите «У меня есть душа», вы наполняетесь чистотой. Позже, спустя какое-то время, вы должны пойти глубже и дальше и не только сказать «У меня есть душа», но и «Я есть душа». в тот момент, когда вы говорите «Я душа», вы медитируете об этой истине, а бесконечная чистота вашей души выходит вперед и входит в сердце. Потом из сердца бесконечная чистота входит в ум. Таким образом, вы очистите ум и сердце, и у у вас будет прекрасная медитация каждый день. Вы должны знать, что ум почти всегда нечист. Он всегда влечет за собой тьму и плохие мысли. Даже не делая этого, он всегда является жертвой сомнений, зависти, лицемерия и страха. Все негативное первым нападает на ум. Таков ум. Сердце значительно, значительно чище, даже если у вас есть страх или зависть в сердце, хорошее качество сердца все же выходят вперед. Нежность, любовь, преданность, отречение и другие божественные качества уже есть в сердце. Вот почему сердце намного чище ума. Но с другой стороны, сердце не полностью чисто, потому что поблизости находится витал. Низший витал, расположенный в области пупка, склонен подниматься и затрагивать сердечный центр. Своим влиянием и близостью он делает сердце нечистым. Сердце не похоже на ум, который всегда открывает дверь нечистым мыслям. Сердце намного лучше, чем ум. но лучше всех душа. В ней нет нечистоты. Она сама чистота, свет, блаженство и божественность. Вопрос. Можете ли вы пояснить, что такое внутренний голод? Швичин мой. Если вы неудовлетворены или расстроены или чувствуете, что не достигли того, чего хотели достичь, это не обязательно означает, что у вас есть внутренний голод. Но предположим, вы чувствуете внутри что-то просторное, что-то светлое, исполняющее, положительное, чего у вас сейчас нет. Вы полагаете, что внутри вас покой, но у вас нет доступа к нему. Если вы думаете, что внутри вас есть что-то божественное и вам необходимо именно это, это означает устремление. Голод приходит из духовной потребности. Если вы нуждаетесь в чем-то и знаете, где это находится, тогда вы постараетесь это получить. Если у вас есть голод, следующим шагом будет удовлетворить его. Если вы начинаете духовную жизнь по причине разочарования, неудовлетворенности или отчаяния, вы можете не остаться в духовной жизни. Сегодня вы не удовлетворены кем-то или чем-то, а завтра скажете «Нет, попробуй еще раз, возможно, на этот раз я получу удовлетворение». В данном случае вы пытаетесь поступать по-земному, по-человечески. Вы потерпели неудачу, поэтому вы неудовлетворены. Но завтра, может быть, вы попробуете опять по-человечески. Спустя какое-то время вы увидите, что желание порождает лишь неудовлетворенность и разочарование. Если вы не осуществили свое желание, вы огорчены. И даже получив то, что хотели сверх своей молитвы, сверх своих потребностей, вы все еще не будете удовлетворены. В жизни желания нет удовлетворения. Тогда вы говорите «Нет, мне не нужны человеческие желания, я пришел из простора и хочу лишь войти в этот бесконечный простор». Это устремление. Устремляясь, вы стараетесь войти в безбрежный океан покоя, света и блаженства. Но желая, вы стремитесь лишь обладать объектом своего желания. Когда вы устремляетесь, вы просто прыгаете в эту реальность и чувствуете, что эта реальность ваша. из-за страха и сомнения вы не осмеливаетесь принять эту реальность как свою собственную. У каждого человека свои потребности. Сейчас вы нуждаетесь в Боге. Вы хотите иметь истинную завершенность, истинную исполненность в жизни. Поэтому идете к источнику. Но кто-то нуждается в чем-то совершенно другом. если вы нуждаетесь в Боге, естественно Он откроет вам себя. А другому Бог даст именно то, в чем Он конкретно нуждается. Но когда Бога просят о чем-то материальном, только Бог знает, даст он это или нет. Поскольку только Бог знает, действительно ли этот человек нуждается в этом. и если человек получит то, о чем просил, это возможно только усилит его желание. С другой стороны, если он не получит желаемое, он будет разочарован и недоволен. Но только Бог решает, хорошо ли для человека получить то, что он просит. Что касается вас, поскольку вы искренний искатель и молитесь Богу или медитируете о Боге ради покоя, света и блаженства, даже если он не дарует вам это так, как вы хотите, вы все равно будете удовлетворены, поскольку у вас все же будут внутренняя радость и внутренний покой. Вы просто скажете, ему лучше знать, возможно, я не готов, вот почему он не дает мне то, чем я прошу, но он даст мне тогда, когда я буду готов. На самом деле в жизни устремление удовлетворение не приносит достижения, его приносит устремление. Устремление само по себе является удовлетворением. В духовной жизни мы не совершаем прогресс всеми правдами и неправдами. Духовности не достичь подталкивая или притягивая. Это нечто спонтанное. Я не могу навязать вам духовную жизнь, не могу забрать у вас духовную жизнь или внутренний зов. Но если у вас есть нечто духовное, я могу вас вдохновить. Если у вас есть одна духовная монетка, тогда благодаря моему вдохновению вы можете получить миллионы духовных долларов. Но чтобы начать, у вас должно быть хотя бы небольшое пламя. Многие еще крепко спят. Для них о духовности не может быть и речи. Неважно, насколько искренне мы стараемся, мы не сможем разбудить их. Вы на духовном пути. Это означает, что вы уже поднялись и пробуждены. Но пытаясь притянуть духовный свет, вы делаете ошибку. Только когда свет приходит сам по себе, когда вы приносите свет и силу своего устремления, вы можете принять его. В противном случае, когда свет нисходит, а у вас нет достаточной восприимчивости, сосуд только разрушится. Как можно получить этот свет свыше? Для этого необходима постоянная практика. Если вы практикуете ежедневно, вы несомненно расширите сознание. Неустремленный человек имеет связанное с землей сознание. Оно совсем не расширяется. Оно ограничено. очень ограничено. Но когда вы устремляетесь, ваше сознание расширяется и восприимчивость усиливается. Так что, если вы молитесь или медитируете, вы легко можете обладать светом и покоем, который нисходит. Вопрос. Я еще больше радости в жизни, но не уверен, что получу ее, обратившись к медитации. Шри Чен Мой. Когда жизнь не приносит радости, но вы чувствуете, что хотите радости, это означает, что вы голодны. В духовной жизни, когда вы голодны, вы поглощаете духовную пищу. Когда вы не голодны, вы не поглощаете. 15-20 лет вы не медитировали искренне и не имели интенсивного устремления к духовной жизни. Поскольку вы не медитировали интенсивно много лет, если вы сразу же прыгнете в море духовности, вы не сможете плыть. Вы не сможете быстро изменить свою природу. Это должно быть сделано медленно, уверенно, постепенно. Сначала вы барахтаетесь в воде, затем постепенно учитесь плавать. Потом наступает время, когда вы можете плавать хорошо. Но когда у вас есть внутренний голод, это означает, что вы готовы плыть. Вопрос «Ожидать от медитации результата это неправильно?» Шречен мой. После молитвы и медитации вы возможно думаете, что должны получить что-то от Бога. У вас была хорошая медитация, поэтому вы ожидаете немного покоя и света. Когда вы ожидаете, силы вашего ожидания создают неосознанное напряжение, внутреннее напряжение. Вы стараетесь выразить что-то, любовь, преданность, отречение, и в то же время стараетесь получить что-то. медитация, если вы надеетесь получить когда даете, вы не получаете никакой радости. Вы получаете величайшую радость только тогда, когда давая ничего не пытаетесь достичь. Когда у вас хорошая медитация, старайтесь чувствовать, что это уже достижение. если вы медитировали хорошо, Всевышний доволен, но вы также должны чувствовать, что Всевышний даст вам результат по-своему, иначе то, что вы ожидаете, возможно, не будет волей Бога. Когда начинает медитировать настоящий устремленный, он не молит о результате, он молит о самоотдаче во время своей высшей медитации. Если он молит о результате, он что-то представляет ментально. Даже если он представляет некое духовное существо, присутствует тонкое требование результата, и его медитация будет ниже, чем если бы он находился в медитативном состоянии чистой самоотдачи. Вопрос. Почему бы Богу не сделать все наши медитации в равной степени хорошими? Шричен Мой. Несмотря на лучшее намерение, у вас не бывает хорошей медитации каждый день. Иногда вы встаете и медитируете рано утром в свое лучшее время, но настоящая медитация не приходит. Тогда вместо того, чтобы ругать себя или своего учителя, вы должны просто сказать, о, возможно, это то, чего хочет Всевышний. Возможно, Всевышний хочет, чтобы у меня было такое переживание. Вы должны чувствовать это сознательно. Вы изо всех сил стараетесь медитировать хорошо, но, к сожалению, медитация совсем вас не удовлетворяет. Так что вам следует чувствовать «Я сделал все возможное, теперь ему решать, дать ли мне лучшую или худшую медитацию. Но, пожалуйста, помните, что ваше собственное устремление и ваша воля медитировать регулярно и пунктуально в определенное время все еще имеет огромное значение. Вы знаете, что телу необходимо есть, но вы не едите самую изысканную пищу каждый день. Ваша жена, может быть, готовит очень вкусно, но если она не дает вам самую изысканную еду каждый день, что вам делать? Не будете живосердиться? Нет. В это время чувствуете, что она должна делать для вас что-то более важное, чем стряпать. Точно так же вы должны чувствовать, что если Всевышний в какой-то из дней не дал вам хорошей медитации, он предполагает дать вам нечто более значительное, как-то по-другому. вместо того, чтобы сердиться на него, верьте в него и чувствуйте, что он даст вам много различных переживаний. В случае с вашей женой, все ее существование в вас. Если она не может дать вам самую изысканную пищу, она сделает что-нибудь еще, чтобы порадовать вас, сделать вас счастливым. в случае Бога, если Бог не дает вам сегодня хорошей медитации, он даст вам что-то еще, что в равной степени важно или более важно. Человек, которого мы любим, имеет все права радовать нас различными способами, иначе нам станет скучно. Сегодня Бог радует вас через медитацию, завтра он порадует вас через посвящение, послезавтра он порадует вас еще каким-то способом. Он хочет исполнять себя у вас и через вас каждый день, но у него есть особое право менять свои способы. Если у вас постоянное меню, и вы говорите, это еда хорошая, я буду есть ее каждый день, через несколько дней вы от нее заболеете. То же самое и с божественной едой. Должно быть разнообразие. Вопрос. Есть ли что-то конкретное, что можно выполнять, чтобы иметь хорошую медитацию каждый день? Шри Чельмой, пожалуйста, чувствуйте, что есть только один человек на земле, кого мы можем называть своим близким, и это Бог. Бог должен быть близким до конца нашей жизни и в вечности. И если мы не знаем, что такое вечность, мы будем прощены. Но мы знаем, что наша жизнь это короткий промежуток времени. Так что, если каждый день мы можем обновлять свою любовь к Богу и свою веру в Бога, медитировать, говорю вам, что каждый день мы непременно будем хорошо медитировать. Почему людям не удается медитировать хорошо каждый день? Основная причина в том, что они не обновляют свою любовь к Богу, свою веру в Бога, свое отречение перед Богом. Любовь, преданность, отречение это путь. Каждое утро нужно первым делом начертать в своем сердце золотыми буквами любовь, преданность, отречение. Каждый день, начиная медитировать, нужно чувствовать всем сердцем, что предлагаешь себя Богу. В тот день, когда мы начали духовную жизнь, мы предложили свое существование Богу, это правда. Но это предложение не было полным и безусловным. И даже сегодняшнее предложение не является совершенным. Но завтра, либо в ближайшем или отдаленном будущем, это предложение обязательно будет совершенным. Вы должны предложить все свое существование Всевышнему, как будто подносите цветы к алтарю. У вас должно быть чувство, что ваши конечности, руки и стопы, это лепестки цветка. Когда вы чувствуете, что все ваше тело стало розой или лотосом, предложите его Всевышнему. Если кто-то из вас не пользуется Словом Всевышний, тогда предложите его Богу или Христу, или тому, кого вы можете назвать своим возлюбленным, кому вы относитесь, как своему высшему, своему Всевышнему. В духовном мире нужно обязательно хранить внутри себя голубой, золотой и зеленый цвета. Когда видишь голубой, входишь в бесконечность. Когда видишь золотой, входишь выше осознание и проявление. И когда видишь зеленый, входишь в смелую новую жизнь. Таким образом, ежедневно ты стараешься носить эти цветы внутри. Когда ты носишь их, ты замечаешь, что любовь, преданность, отречение и все другие божественные качества непременно выходят вперед. И тогда ты становишься цветком сердца, цветком внутренней красоты, цветком внутренней божественности, цветком трансцендентальной реальности. Этот совет обязательно принесет вам послание духовного прогресса и внутреннего успеха. Пожалуйста, каждый день рано утром призывайте божественные качества, и вы увидите, что во внутренней жизни не может быть выжженной пустыни. Вопрос. Похоже, я не настолько восприимчив, как мог бы быть. почему? Шричин мой, наша восприимчивость снижается нападающими враждебными силами. Они могут нападать на нас просто, когда концентрация на Всевышнем еще не совсем совершенна. Иногда сопротивляется ум устремленного человека, иногда витал, а иногда сопротивляется физическое или даже тонкое физическое. Если что-то из этого открыто, могут нападать враждебные силы. Есть и другая причина невосприимчивости. пока вы действительно не уверены в том, чего на самом деле хотите, жизнежелание или жизнеустремление, враждебные силы будут вставать между вашим желанием и вашим устремлением. Устремление ведет вас к цели, к реальности. Но желание немедленно заводит дружбу с нашими врагами. Враждебные силы всегда на чеку. Они стараются разделить нас. Они хотят отделить устремление от желания. Что же они тогда делают? Они вызывают желание и стараются убить устремление. Очень часто им это удается. Но духовно бдительный человек выбирает устремление и входит в желание, чтобы преобразовать его. Если желание войдет в устремление, разрушено будет устремление. Если устремление войдет в желание, желание будет преобразовано. Когда вы становитесь жертвой враждебных сил, эти силы приходят главным образом по двум причинам. Первая причина в том, что ваше физическое безжалостно сопротивляется психическому устремлению сердца. Вы никак не можете избавиться от всех своих небожественных и негативных качеств, потому что неосознанно лелеете негативные мысли. Вы все еще чувствуете, что эти качества исполняют нашу внешнюю жизнь, витальную жизнь. Ваше внутреннее устремление действует намного быстрее, чем физическая способность или побуждение. Физическое постоянно играет роль грабителя. душа копит что-то для вас, а физическое грабит вас и растрачивает это. Получая что-то от души, вы должны питаться светом души, но вы этого не делаете. Вы получаете свет души и рассеиваете его повсюду. Физическое получает свет, но не использует его для собственного просветления. Вторая причина нападения этих сил в вашем случае неуверенность. Осознаете вы или нет, но вы боитесь бесконечности. Боитесь, что ваша высшая часть полностью сольется с ней. С одной стороны вы хотите погрузиться в море бесконечности, с другой стороны у вас есть чувство неуверенности. Вам интересно, что вы получите от моря бесконечности. Вы должны знать, что получите бесконечное богатство бессмертного сознания, которое пронизывает всю вселенную. Ваша душа хочет этого, но физический ум опасается. Поскольку у вас есть страх, хоть капли страха, у враждебных сил есть возможность безжалостно атаковать вас. Если нет целостного принятия или осознанности своей истинной цели, тогда враждебные силы непременно будут мучить человека. Но если вы не испытываете страх, уверены в своей цели, тогда враждебные силы никогда не нападут на вас. если вы принимаете бесконечность как то, что является вашим собственным, то, о чем вы забыли, если вы можете почувствовать, что всегда были этой бесконечностью, тогда страх уйдет. с длитой длитой Продолжение следует...